Все они хорошие, пока не присмотришься поближе, попристальнее. И начинаются измены, проблемы с запрещенными веществами, агрессивные высказывания и чрезвычайно буйная личная жизнь. Стас Пьеха. В течение длительного времени Стас Пьеха скрывал факт, что сталкивался с проблемами, связанными с наркотиками. Оказывается, артист страдал от зависимости уже с 22 лет. Мать Илона Броневицкая и бабушка Эдита Пьеха отправили его в клинику, где он, наконец, смог прийти в себя. Теперь Стас помогает другим зависимым, у него есть собственный реабилитационный центр. Ксения Бородина. Бородину часто жалеют из-за неудавшегося брака, но звезда и сама оказалась с характером. Она написала поклонникам, что если они живут на зарплату в 20 тысяч рублей, это их проблемы, мол, сами вышли замуж и сидите несчастные в браке. Бородину обвинили в снобизме и высокомерии. Дон Борисова. В 2017 году Дон Борисова отправилась на реабилитацию. Телеведущая боролась с наркотической зависимостью, в чем призналась лишь недавно. История получилась со счастливым концом. Доной вернулась к нормальной жизни и даже сумела восстановить опеку над своей единственной дочерью. Эми Шумер. Нужно ли быть страничкой, чтобы иметь толпу поклонников? Актриса Эми Шумер доказала обратное на своем опыте. Оказалось, что вес, рост и внешность никоим образом не мешают быть популярной у мужчин. Как выяснилось, у Эми было 28 близких отношений. Маша Распутина. Многие предполагали, что Маша является супругой бизнесмена Виктора Захарова. Но есть один нюансик. У него уже была официальная супруга. Виктор долгое время не мог принять решение и выбрать между двумя женщинами, поэтому решил просто жить с обеими. Наталья Бочкарева. Звезда сериала «Счастливы вместе» впуталась в некрасивую историю, но легко из нее вышла. Актриса была арестована с большим количеством запрещенных веществ. Завели уголовное дело, плюс актриса была оштрафована на сумму в 30 тысяч рублей. Сергей Жигунов. В сериале «Моя прекрасная няня» герой Жигунова был нерешительным, а в жизни актер оказался гулякой. У Жигунова завязался роман с Анастасией Заворотнюк. Ради нее актер даже оставил свою законную супругу, Веру Глаголеву. Однако с няней Викой не сложилось. Разочарованный Жигунов решил вернуться к своей бывшей супруге. И вот чудо. Его приняли обратно и простили, святая женщина. Тем не менее, спустя некоторое время после воссоединения Новикова все же ушла от мужа. Александр Домогаров. По словам Марины Александровой, Домогаров проявлял агрессию, унижал и физически наказывал свою гражданскую жену. Он запрещал ей общаться с мужчинами и обвинял в неверности. Что иронично, ведь как раз сам Александр тайно изменял ей. Эти двое вскоре не выдержали таких американских горок и развелись.